Полумрак зрителей и Высоцкий. Высоцкий из динамиков на экране и в сердцах. Роли, исполненные им в десятках кинолент, восхищают. Его песни – оголенный нерв. В них он раскрывал себя таким, каким он был на самом деле. Голос с хрипотцой, поющий о главном и вечном, знаком и любим всеми. Перу поэта принадлежат 100 стихотворений и 600 песен. Он затронул многие темы в своем творчестве – политические, любовная лирика, юмористические и даже блатные. Он смело высказывался своими текстами против сложившегося строя, иногда напрямую, иногда иносказательно. Ребята разного возраста, с глазами полными внимания и восторга, слушали произведения, как в исполнении самого автора, так и вожатых. С удовольствием пели сами. В этот день читали стихи Владимира Семеновича, показывали театрализованные постановки и вспоминали его не только как гения, но и как человека. У него особенный голос, он сам играет свои песни, сам придумывается, сам сочиняет. Мне очень нравится его творчество. Меня поразили две песни. Это были «Спасти наши души» и «Парус». Потому что парус, он как-то задевает за душу то, что человек бился и бился, и вдруг у него что-то не получилось, и он говорит, что порвали парус. Я каюсь, каюсь, каюсь. Спасти наши души, чтобы не сдавались люди, чтобы верили в себя и в свои силы. Автор идеи мероприятия Марина Новикова познакомилась с Владимиром Высоцким еще в глубоком детстве благодаря отцу. Его творчество сразу запало ей в душу. В нем есть все. Вот все, что может быть в человеке, в грандиозном, в великом человеке. Мне все время казалось, что это человек, который живет со мной, с которым я иду. В отряде вожатой Екатерины Манюковой дети от 7 до 10 лет. Но, по ее мнению, возраст слушателя не важен, когда речь идет о таких людях, как Высоцкий. Мне кажется, Высоцкий – это для любой аудитории. Мне кажется, даже таких маленьких детей уже надо приобщать, рассказывать о таких великих людях, каким был Высоцкий. Владимир Высоцкий написал много песен для кино и мультипликации. В завершении мероприятия ребятам показали мультфильм 1981 года «Алиса в стране чудес». Именно по мотивам произведения Льюиса Кэрролла Высоцкий в свое время написал радиопьесу. Валентинка! Валентинка! Валентинка!